Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Индия закупила рекордный объем российской нефти в январе 2023 года. По итогам января 2023 года индийские НПЗ установили рекорд в объемах импорта российской нефти. В физическом выражении импорт вырос на 1,4 миллиона баррелей в сутки. В сравнении с сильными данными декабря прошлого года объем поставок российской нефти в Индию вырос на 9,2%. Россия по итогам января стала крупнейшим поставщиком нефти для индийских компаний, потеснив на этом рынке Ирак и Саудовскую Аравию. В результате доля российской сырой нефти на индийском рынке выросла в сравнении с декабрем с 27 до 30%. Индийские СМИ объяснили существенный рост спрос на российскую нефть необходимостью затаривания резервуаров с нефтью впрок, с учетом того, что в первом квартале 2023 года несколько индийских НПЗ снизит объем производства топлива ввиду закрытия их на плановое техническое обслуживание. Однако более вероятным объяснением этому являются озвученные российскими властями планы по сокращению добычи нефти и по изменению налогового законодательства, которые в будущем приведут к снижению дисконта на нашу нефть. Российский Минфин в начале января сообщал о том, что средняя цена продажи нашей нефти опустилась до 49,5 долларов за баррель. Но казанная цена оказалась существенно ниже потолка цен, введенного западными странами. На этом фоне ряд российских экспертов заявили о том, что нашим компаниям выгоднее было бы подчиниться потолку цен и поставлять нефть европейским НПЗ по 60 долларов за баррель, чем возить ее в индийские порты по 49 долларов. Однако газета New York Times сообщила, что действительная цена продажи российской нефти оказывается существенно выше той, о которой заявляет российский Минфин. Сообщается, что российские нефтяные компании намеренно занижают в контрактах отпускные цены на нефть, чтобы исключить возможность применения вторичных санкций компаниям из Индии, Китая и Турции. При этом недобор по цене на нефть компенсируется более высокими ценами на транспортировку и страхование нефти. Как известно, расходы на перевозку и страхование не входят в цену на нефть и на них не распространяются западные санкции. Несмотря на это российские власти дали понять, что и текущие цены государство не устраивает, поэтому с марта российские компании начнут сокращать добычу и экспорт нефти ориентировочно на 5-7%. Изменение налогового законодательства также заставит российские нефтяные компании снизить дисконт на реализуемую нефть относительно биржевой цены на нефть марки Brent. Прогнозируется, что по итогам следующего месяца физические объемы поставки российской нефти снизятся, а доходы российского бюджета от этого выиграют.